Каких врачей не хватает? Ну, наверное, терапевта. В бокс попали. В бокс. С высокой температурой. А записали аж только на 25-й. Десятая поликлиника. Прошло два месяца с момента выхода в эфир нашего сюжета о доступности медицины на Южном, как там сменился главврач. Но проблемы жителей на пути к медуслугам все те же. Всю жизнь был военный, как-то было проще. Там все за один день можно было все. Диспансеризацию, допустим. А тут, как столкнулся, я уже четвертый месяц сюда хожу. Эта поликлиника обслуживает 40 тысяч человек. Огромная нагрузка для учреждения, которое носит статус сельского, а не городского. В ноябре жители прикрепленных к нему поселков написали петицию. Просили отстранить от должности тогда еще действующего главврача Павла Польникова. Петицию очень быстро удалили, публичные жалобы людей прекратились. Но в начале 23-го Крайовой Минздрав провел кадровую перестановку. И у 10-й поликлиники появилось новое лицо Константин Печенников. Шесть лет он руководил Калманской ЦРБ, а последние десять месяцев поликлиника Медвуза. Вот я записываюсь, у меня сегодня прием в детскую больницу. Было шесть, семь педиатров, стало два. Я надеюсь, конечно же, что все поменяется в лучшую сторону, потому что это ненормально, когда человек не может получить помощь. Нехватка педиатров, гинеколога, хирурга, эндокринолога, как следствие, прием могли ждать неделями. Мы обратились в Минздрав, но в короткий срок они не предоставили комментария о кадровой ситуации в поликлинике и о планах нового главврача. Известно лишь, что Константин Печенников ждет встречи с министром Дмитрием Поповым. После обещал дать нам интервью. В неофициальном разговоре в Минздраве подчеркнулись, что смена главврача с жалобами людей не связана. Так руководители в январе обновили в краевом противотуберкулезном диспансере и первой стоматологической поликлинике. Ждем комментариев от 10-й поликлиники. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.